всем привет сегодня 13 08 без 15 9 утра он начал позже это работал всю ночь поэтому немножко позже начал 7 5 9 А вчера, последний раз, последняя гражданинская война, у меня здесь было не разное, составлять. Получается, за ночь я один раз в ночь вставал, потом утром и ещё раз утром в туалет, потому что поздно вечном яблоке. Вот, и 1,6 кг в результате потеннала. Хотя давление. До конца не загрузился один файл, там 70% оставалось. Вот, и на самом деле он продолжает загружаться. Я просто там зависал, а я ждать не стал, я не был в этом уверен. Я с таким не встречался. Раньше вроде бы этого не было, или по крайней мере мне все файлы в Ворме загружались с проводным интернетом в Донецке. Это я уже давно не пользовался. Даже в Донецке. Ютюб растет. Уточнил. Солнце Солнца Солнце А Продолжение следует... Такое ощущение, что с каждым днём всё меньше и меньше... Хм... 91 на 57... 67... Пусть... Ну... Опять-таки... Мощи выделяются порядком... Это говорит о том, что обезвоженного у меня нет... Я не чувствую никакой слабости... Голова не кружится... Это говорит о том, что... Как бы... Кровь вместе с кислородом и питательными веществами для... Оно можно вполне достаточно... Эмм... Как можно объяснить промежение давления? Ну, уже в динамике, в принципе... Если, допустим... Эмм... Я начал... Там было... Было шестое число... Вот... Ну, седьмого числа... Допустим, я начал... А вот... Шестое было... 106 на 74... Эм... Седьмое... 100 на 64... Восьмое... 909 на 62... Причем... Я не знаю, почему такая разница... Именно... Эм... Восьмое число... Восьмое число... Восьмое число... С publishers... Эм... С preparазывает... Постан Hoặc... Оноязалось... Politikое... Торапещение... ... goddess... Эм... Уф... Повлиносится... Плиносится... Краилар..... Ну вот, я вот за ночь потерял, просто мучил. В принципе, вполне логическое объяснение. Я позавтракаю, попозже позавтракаю, и всё восстанавливается. Можно было даже потом идём померить давление. Так, у меня идёт обработка первого файла за 11 число. Я там настройки немножко изменил. Должно быть поменее, потому что ночью обрабатывалось, но там дофига получилось. Получается, формат тот же самый, но там с другими настройками. Но там много вышло, я ещё меньше сделал настройки. Ну вот, 74 загружены. Получается, загрузился в зону штукфайл, который я вчера не догрузил. 1% остался. Потом ещё один, ну тут мизерный. И вот 74 загружается. Такожа хорошая новость. Какая то, почему вы уже хотите? Будьте крутить. Продолжение следует... 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 Мои розыгрышки. Мои розыгрышки. Мои розыгрышки. Мои розыгрышки. Спасибо. 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 Понимаю, почему люди не едят, просто яблоки. У меня же от них начинают зубы болеть вот здесь. А те, у кого еще пломбы ставят, то вообще завал будет. Он должен на терку тереть при бабушке тер. У меня терки нет. Нормально. Важно. Поехали либо голубор, ни older грудка. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! ! за просмотр! ! 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 Третье мое видео в топе! 1 Человек! Первая черди, вторая связи, третья капустянка, 12 лайков! почти 13000 просматривать. Один дизлайк это, пять комментов. Я до этого только один раз капустенку видел, так чтоб ее заснять. Вот. Кажется, насколько это делается. Где-то это происходит. Где-то. А где-то. В России. Требенка. В России. Вот, рекомендуемый контент, добавить ссылку на это видео и регулировать каналы. Еще у меня это было отменено. Теперь по идее в каждом видео, оно должно появляться автоматически, чтобы я не страдала эта ерундистика. Это то, что бы я хотел сделать. Вот, рекомендуем. Вот, рекомендуем. Акционное предложение от Музынских центров на выезд. 10, 11 рекламок. Что нас правило тут? Ладно. Даже таким качеством нам умудрило зависнуть. По нулям скорость, понятно. Акционное предложение от Музынских центров. Вы уж извините, тут я с качеством ничего не могу делать, иначе оно не загрузится. Я же говорю, у кого интернет более-менее нормальный, Я говорю себе, на ком поделайте лучше качество оси. Ну, в принципе, особо смотреть не на что. Самый главный факт того, что я хочу вам показать, что я действительно больше ничего кроме Яблогниен. Акционное предложение от Музынских центров. Акционное предложение от Музынских центров. Особо пространение от Музынских центров на Музынских центров. Продолжение следует... Продолжение следует... Хм, наконец-то появилось... zir.com.ua Скидка 50% на диагностику... 20% на лечение затраты... Хм, прикольно... Вот, есть ссылочка на это... На последнее видео... Да, качество, конечно, не активно... Зато те, кто будет с телефона подключаться... Вот можно 480 пикселей выбросать... Тем будет легче загрузиться... А по поводу веса я вижу, что, конечно, нечётко видно... Ну, тем не менее, он виден... Так... 185... Ладно... Свои видео просматривать нельзя... Я стараюсь этого не взять... ... 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 фондатор все лето снимал, 9-10 минут почти на снимал. Всего 3920, 7-минутное видео по черте я бы 50 тысяч набрал. Так, ладно, что 50 тысяч, так там еще и почти 30 долларов. Видно то, что на том видео, которое тратишь больше времени, сидишь там в кустах караулишь, замираешь, не двигаешься вот так вот. Приходишь там, приносишь ему груши, яблоки, видишь, пока они там проплывут. Это меньше интересно, чем эти черви. На червях можно оказываться заработать деньги, на рыбалку продавать. 6 долларов 50 штук. На то время, когда он это писал, конечно, доллар меньше, был курс, походу, из России. В нашем городе невозможно найти червей. 6 долларов 50 штук. 6 долларов 50 штук. Сейчас я в аналитике андатры все время статистику гляну. Она у меня даже не в топ-10, эти андатры. А, жаль, там есть на что посмотреть. Там, детеныша андатры нашел, он в речке замер. А я выхватанул так. Поснимал немножко еще маме, она все показывает. 68 центов. 102, почти с половиной года. Четыре тысячи почти посмотрю. С этими андатрами мне почти ни с кем другим видео так не везут, пора лишатся птенцы. Тем не менее, андатры как бы не хищники, и на них смотреть мало кому интересно. Там есть кое-какой такой сюжетик. Андатра кушает, потом там малыш, там ее чухается, сушится на солнышке. Потом плавает так. А потом там семейка, целый андатр. Там течет Каньос, и такой небольшой островок. Вот так вот. И они в этом островке, там нора была, целая семья. А они вдоль этой речки туда и сюда и плавали. Я им яблоко как-то принес. Смотрю, андатр с яблоком плывет. Я ее такой бас быстро заснял. В общем, это было как раз тот самый первый раз, когда я с Варой стволовался, с заморозки. Я уже копил камеру. В общем, два месяца, мне было очень интересно. Это именно то, чем я хочу заниматься, понимаете? Но животное, это сложно. С такой камерой, с такой техникой, у меня это естественно трудно что-то путевое снять, что-то сюжет был, не просто какое-то видео. Да ну и я так подумал, поразмыслил. Животное, но это в первую очередь, ну, непрактично. Да, для детей, познающих мир, допустим, я именно с этого начинал, для детей это практично, действительно. Ну, все начинается с детства, и каждый должен понимать природу своего родного края в первую очередь. Да? Это вполне нормально. Ну, сейчас для меня более актуально именно сидеть здесь, перед камерой. Я вам рассказывал уже, что осенью меня пригласили в Киев, поделиться своим опытом. Там будет выставка, наверное, за эффективность, альтернативная энергетика. Вот. И я поделюсь своим опытом, так сказать, почитаю лекции с поводу альтернативного питания. Вот. И поэтому... В осенью я попробую перейти на прану. Вот. Я бы так сказал, сейчас бы я оценивал возможность 60 на 40. 60, да, а 40 мне. Ну... У меня сейчас особо проблем никаких нет. А на дальнейшем они могут возникнуть. Но не именно из-за меня, из-за того, как себя ведет свой мой отец. Вот. Я с ней ничего не могу сделать. Короче говоря... В данный момент, то, что тормознутая система, она меня немножко раздражает. Но я, как бы, вижу себя под контролем. Я веду к тому, что когда буду переходить на прану, я компьютером пользоваться не буду. Камера, да, была, скорее всего, включена. Я просто загружу. И опять продолжу. То есть... Без интернета, без компьютера... Чем я буду заниматься? Ну, это совсем другой вопрос. В целых три недели. Понятное дело. В любом случае, надо, чтобы был полный покой. Можно, конечно, почитать Нил. Ну, не так, чтобы сильно напрягаться. В общем, об этом все попозже. Попробовать медитировать. Медитация, это концентрация на каком-либо объекте. Вот. Самое главное в медитации, это чтобы начисто контролировать свои чувства и эмоции. То же самое голод, то же самое жажду, какие-то либо эмоции. Замещать одни чувства и восприятия другими. Главный принцип понять. Все остальное уже предложено. Очистить свой организм. Вот. Чтобы эти все энергетические потоки, нисходящие, восходящие, проходили через организм, как электрический ток через проводник. Почти не возникает сопротивления. То есть, если у человека организм загрязненный, то возникает сопротивление. И в зависимости от того, от степени загрязненности, сопротивление либо больше, либо меньше. Надо сделать так, чтобы сопротивления вообще не было. И тогда направленно можно будет перейти гораздо легче. И самое главное не сорваться. И удержаться на ней. Чтобы организм сам начал восстанавливать нужный вес. Так, ну ладно. Загрузка идет. 58% обработано. Видеомастер. 11 числа. 85% загружено. А вот. Чем-то себя здесь сейчас занять. Чем-то я сейчас читать книгу на компьютере, а там будет. Перегревать. А вот. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Принять в этом участие, либо на более серьезном уровне подключить к этому врачи, провести исследования. Хотя, естественно, кто такие врачи, они же работают на систему. Я только за любые предложения. Обсудим, договоримся, напишите, я знаю, как ВКонтакте. Продолжение следует... Распроедение уже ни для кого не секрет. Но люди по-прежнему спорят. Можно без белков незаменимых, которые в мясе, или нельзя. Мой ответ таков. Для одних людей можно, а для других нельзя. Если человек всю жизнь питается белками в мясе и получает из них же аминокислоты, B12, витамины, то для него по-другому нельзя, пока он так продолжает так питаться. Для него нельзя резко перейти на одни фрукты. Они частично правы. Но, в принципе, если человек хочет изменить свое питание, свое здоровье к лучшему, в конечном счете, то надо постепенно это все делать, не сразу. В этом они правы, но только частично. Только частично. Это мой уровень, он слишком низкий. Так никому еще не докажешь. Человек захочет доказать обратно, что это там сфорсифицировано, видеомонтаж, я все-таки что-то ем. Втихаря. А вес там как-то подстраивали. Они это скажут, они же авторитеты. Им поверят. Они это скажут, потому что они работают на то же самое животновоз, им там все проплачивают. А вот такие, это всего лишь мои слова, я же не могу это доказать. Как говорится, не пойман, не вор, да? В общем говоря, у меня нет камеры внешнего либо внутреннего введенного наблюдения с записью более чем 2,5 часа беспрерывного файла. Вы не обоним. В любом случае, не надо как-то выходить на улицу, сюда-сюда. То есть, если сильно заходить, то можно сказать, что он там тихоря ест, он там тихоря пьет, и поэтому не болеет, нормально себя чувствует. Я это все прекрасно понимаю. Но, другого сейчас пока не имею. Ну, по крайней мере месяц до момента перехода на пранину, я так думаю, еще есть. Пока яблоки не закончатся с грушами. Но вообще, сезон фрукты, короче. Я это пробовать не буду. Буду просто считать тихору. Там, может, у меня компьютер скоро накроется. Шлиф полетел. Спасибо, Виктор. У меня вину пересыновил на менее... ...хорошего рауна. Меньше места занимает. Поэтому лучше работать у меня. Системный показатель компьютера все наслабляется от календы. Как вы видите, у меня в семье нет, и из родных только отец остался. Ну, бабушка, там, дядя, тетя, это уже... Я свободен, как птица. В любом городе, в любом месте... ...если есть помещения, камеры и доступ к интернету... Ну, естественно, электричество. Вот. Ну, то есть, я считаю, что это должно быть выгодно... ...экологическим активистам и... ...растеневодам. Я не знаю, где таких искать. Не, можно там, по ВКонтакте пошариться еще как-то, но... Не будем суетиться, делалось, надо... ...стойкость проявить в этом состоянии. Именно официально. Это бы для себя я уже все проявил. Хм-хм-хм. Хм-хм. 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 Хм-хм-хм. Хм-хм. 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 Продолжение следует... 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 Я зрелищ снимать не хочу, это развращает народ. А если бы я сильно хотел, можно было что-нибудь снять, можно было какой-нибудь народ обманывать в этом. Название одно, а содержание совсем другое. Ну зачем, видишь, потом смотреть, ничего не будет. А некоторые так делают. Нагрешение политики компании. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...